Сегодня с вами опять я, Умм Малик. Прошу поддержать проект своими лайками, комментариями, вопросами. И сегодня с вами мы будем изучать следующую букву. Это также твердая буква, буква по, буква по, твердая буква. У нас уже была буква т, у них махрадж одинаковый, но сефаты многие отличаются. Во-первых, это отсутствие такого воздуха, не по-то-то, не должен быть такое по-по-по. Да, он отсутствует, такой ощутимый, слышимый воздух. Во-вторых, она твердая, как предыдущую, которую мы изучали, буква сфан. Тоже она твердая и имеет твердые сефаты. С огласовками у нас будет по, пы, тул. На суккуне эта буква, в отличие, например, от предыдущей, имеет калькара. То есть, как, например, буква БА или буква КАФ у нас было, да? Мы читали АБУ. АБУ. Здесь тоже будет такой резкий, быстрый, четкий звук. АБУ. АБУ. То есть, не АТ или АТЛ как-то, ну, вариации можно придумать. То есть, читается четко и резко, это на суккуне. Читаю примеры. Опять же, буду ждать ваших вопросов. Если такие будут, иншаллах, постараюсь на них ответить в последующих уроках. Ещё хотела добавить такой момент важный. Сейчас вспомнила, в предыдущих твёрдых буквах, буква АФ мы брали уже, буква САГ, буква АФ. Частая ошибка – это, когда пытается сделать твёрдость за счёт откругления, да, говорит, АЛТО, ТО, округляя, делая как О. Это неверно. У нас огласовки читаются одинаково, и всегда со всеми буквами. ПО, ПО, да, а не ТО, не… И там с другими буквами то же самое, твёрдым. Такого округления делать как бы не нужно, да, то есть округление умение делать не нужно. Возьмём ещё примеры. Это примеры на букву О. АЛТО, буква специфическая, её нужно потренировать, так как твёрдая буква аналогов, которой нету в русском языке. Поэтому учитывайте замечания, которые я сказала, и, иншаллах, встретимся с вами на следующем уроке. Субтитры подогнал «Симон» и, в общем, дико шеду на Аль-Ахилан, тастахберку, а тубу улейку, ассаламу алейкум, арахматуллахи, арахматуллахи, Субтитры подогнал «Симон»